Всем привет! Это Голос Арены, проект, в котором 10 участников соревнуются за право стать частью Авангарда. Из этой десятки лишь 6 выйдет следующий раунд, а из этих 6 вы, зрители, определите тройку финалистов. Я могу сейчас высказать все очень плохое о каждом своем сопернике, если это нужно. Будет светло и будет тепло. Голос Арены набирает обороты. Первый полуфиналист уже известен, а кто станет вторым? Кто вслед за Сериком Шадьяровым шагнет дальше, преодолеет соревновательные барьеры Петра Смольникова и Макса Гречанина и продолжит борьбу за право стать голосом самой крутой арены? На очереди испытание номер 3. Ну что, уважаемые друзья, начинаем третье испытание проекта «Голос Арены». Итак, друзья, два уже позади. Будем надеяться, что вы нормально отреагировали на то испытание, которое прошло на прошлой неделе. И на комментарии. И на комментарии, да, конечно же. Мы рады, что у Дмитрия сегодня все в порядке с голосом. Все-таки чуть-чуть, да, еще. Но ничего страшного. Сегодня кричать можно будет и не особо громко. Итак, друзья, два испытания позади. Предлагаем сейчас озвучить и узнать имя второго человека, который вышел во вторую, в следующую стадию. И объявит имя счастливчика человек, который подчеркивает совместность этого проекта в прошлом. Корреспондент и комментатор 12-го канала, а ныне директор по связям с общественностью хоккейного клуба «Авангард» Олег Малицкий. Поприветствуем аплодисментами. Именно он объявит имя очередного полуфиналиста. Всем привет! Ребят, вы большие молодцы. Два выпуска прошло. Вы постепенно вкатываетесь в это соревнование. И я всем желаю удачи. Второй выпуск был отличный. Было интересно смотреть. Были хорошие испытания. Наиболее эффективно проявившим себя в нескольких испытаниях мы посчитали Данила Полферовым. Спасибо. Данил, как-то робко так вышел. Да. Я могу сказать? Конечно, конечно. Во-первых, спасибо большое. У меня позавчера был день рождения. Поздравляем. Это классный подарок. Но могу сказать один моментик. Смотрите, я когда сюда ехал, я уверен был, кому вручил шайбу. И это не я был. А кто? Был еще один человек на прошлом испытании, который ответил тоже очень много правильных ответов. И очень, знаете, трудных хоккеистов назвал. Трудных не в плане того, что они трудные по игре, а потому что они там играют не в первом, втором зене просто, да, в третьем, четвертом. И сюда я ехал, уверен был, что вручат ему шайбу. Поэтому, смотрите, победа будет классная, если вручаю шайбу тогда, когда я сам знаю, что я сильнее. Поэтому, если вы не против, я уверен, что хоккейный клуб «Авангард» тоже выбирал между двумя кандидатами. Я эту шайбу сегодня вручу, как его говорят, бархатному голосу 122-му канала Алексей Попов. Леш, можно? О, вот это поворот! Леха, правда, был максимально классным и прокомментировал. И, кстати, вот, как говорит известный хоккейный тренер, народ все видит, народ не обманешь. И в комментариях действительно все пишут, что Леха Попов был лучше. Леха, сегодня достаточно, чтобы шрамов на всю жизнь не оставалось. Ну, во-первых, хвала голосовым богам, которые создают вот этот проект. Конечно, хочу сказать, что мы здесь все служим «Авангарду» в той или иной степени. Кто-то будет служить на протяжении всего сезона. И от себя лично, во-первых, хочу поблагодарить Даню за честность, за искренность. Хоккейный клуб «Авангард» за эту возможность быть причастным к большому делу. И, уважаемые конкурсанты, участники, сокомандники, мы должны с вами выступить вот этими двумя боевыми зрениями, двумя пятерками, на которые будут равняться болельщики все следующие 365 дней в сезоне 24-25. «Авангард» – ура, вперед, победа, чемпион! Поздравляю! Спасибо, Поздравляю! Это аванс! Это аванс! Загласен, загласен! Дальше не расслабляемся! Работайте, что больше! Всем удачи в следующих конкурсах! Проводим Олега! Спасибо! Мы собрались здесь, в центре города. Хорошая погодка. Мы опасались, что будет ливень. Ребят, мы наверняка, мы уверены, что каждый из вас играл в крокодила. Знаете, что это такое, что за игра, да? Мы предлагаем вам сегодня сыграть в хоккейного крокодила. Ну и заодно, скажем так, сделать своего рода ответ тем комментаторам, которые говорят, что за участники, они не знают игроков, не знают хоккей. Вот сегодня мы посмотрим, насколько амичи, простые горожане знают хоккейные правила, хоккейную терминологию. Каждому из вас будет загадано определенное словосочетание, которое вам нужно будет продемонстрировать без слов, то есть на языке жестов. Ну и, соответственно, угадывать будут не остальные участники, а те, кто ходит здесь по скверу. Вы можете уходить на остановку к драмтеатру. Локации абсолютно не имеют никакого значения. Главное, чтобы это были обычные прохожие люди, кто-то отдыхающий на скамеечке. Вы подходите, представляетесь. Меня зовут Алексей Попов, меня зовут Серег Шадьяров, меня зовут Павел Барлебин. Я участник «Голоса арены», проекта 12-го канала и хоккейного клуба «Авангард». И мне нужно показать вам что-то хоккейное на хоккейном языке, ну и, соответственно, дальше уже показываете. Ключевое, что на испытание вам будет дано ровно 10 минут. Зачем это испытание? Тем самым мы проверим вашу коммуникабельность. Вам все-таки придется работать с большой аудиторией впоследствии. Вы, так я понимаю, рассчитываете все на это. Поэтому начнем с малых форм. Будете подходить к небольшим группам людей. Ну и, опять же, заодно проверим ваш артистизм и харизму. Это имеет большое значение в работе ведущего на таком большом, грандиозном стадионе, как «Жедрайв арена». Ну что, так как Данил Палферов предложил быть сегодня первым, пожалуй, с него и начнем. Данилу Палферову мы позволим право первому пройти испытание, хотя бы потому, что он поступил так по-джентльменски. И, пожалуй, никто, надеюсь, не будет против, если мы дадим ему право стартовать. Все за? Данил! Так, опа! Кажется, это превращается в испытание для наших операторов. Вы кого-то сейчас под балл отписали. Похоже, согласен. Непонятно, на чем ты себя чувствуешь. Штрафной очкой. Они сказали, что они вроде как не являются какими-то болельщиками. Это очень сложно объяснять тем, кто хоть и не смотрит и не разбирается, но у Данила получается одно из трех слов уже угадали. Я смотрю на него, но как потерял. Какой-то такой кадр просто. Вам что-то почти... Собудная касса! Ты ничего не понимаешь в хоккей. Дальше. Удаление. Какое именно? Какое именно удаление? Угу. День игры. Угу. 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 ты называла remember а а первым Куплю все, что у вас здесь есть. Займой малый штраф идеально. Спасибо. Девушки, пожалуйста, одну минуточку времени. Здравствуйте, пожалуйста, одну минуточку времени уделите мне. Девушки, пожалуйста, одну минуточку времени, пожалуйста, мне нужна очень ваша помощь. Здравствуйте. Ты поздно начался ей здороваться, она уже тебя пошла. Здравствуйте, не пугайтесь, телевидение реалити-шоу «Голос арены», Руслан Азаритян участник. Можете помочь? Пожалуйста, ну ладно. Ну что это я показываю? Вообще без понятия мужчина. Что? Что? Я не знаю, что он будет. Ты качка какого-то покажешь. Тренировка какая-то? Спорт? Вот. Варианты? Победа. ЕМ, спортом. Бег. Бег. Спорт? Спорт? Поведение? Да. Какое оно? Так, бежит. Тренируется. Спортзал? Вот. Тренажер? Так, тренажер. Спортсмен? Так, 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 так. Обалдуй, раздолбай. Почти. Как разлом не попадаются какие-то боленщики. Плохое поведение? Да. Отлично. Второе слово. Хулиган? Плохое? Нет, вот поведение. Да. Почти. Второе слово. В целом, как это? В общем. В целом. Кирс в целом. Ну, практически. Спортом. О! А если? Урок. Перемена. Учитель. Ох. Пишет. А, за поведение? Возвращаемся к первому слову. Эх. Эээ. Что у нас было первым словом? Вот. Сейчас уже угадает. Неспортивное поведение. Отлично! Неспортивное поведение. О! Отлично! Отлично! Неспортивное поведение. О! Отлично! Не уходи, пожалуйста. Нет. Ну, пожалуйста, ну. Перелом. Боль. Рука. Локоть. Ударился. Ушибся. Бросок. Растяжение. Не знаю, что еще может быть. Ушиб. Теня. Нет. Симуляция может быть хоккейной, не только. Судя по всему, он сейчас показывает, что это не только хоккейная симуляция. Ранил. Ну вот практически. Вот что-то из этой оперы. Вам не кажется, что он переигрывает? Вот в этом и есть разгадка. Хоккей, шайба. Рок-н-ролл. Певец, колено. Нога. Вариантов просто хуже посыпалось. Драма. Вот вообще не понимаю. Но близко к драме, да? Вот очень быстро к драме. А, травма, травма, травма колена. Это симуляция. Вау. Есть. Травма? Ну. Близко. Я такой, ба, ты че? Симуляция. О, да, отлично. Спасибо большое. Все, спасибочки. Вырвался. А реакция на рубль? Симуляция. Симуляция. Водитель. Гонщик. Друль. Друль. Машина. Это второе слово. Какие смешные ребята. Хоккеист. Коньки. Машина для льда. Смотрите, вот он показывает, да? Очень просто называется. Смотри. Вот. Вот она. Хоккей. Мы про хоккей. Ну. Практически. Она это что? В хоккейном смысле. Отлично. Второе. Пацаны, вы крутые, блин, просто молодцы. Нормально, нормально. Что он показывает? Машинка. Вот. Не подходит. Ну ладно. Заливаешь на машину. Спасибо большое. Это первое. Так. Таак. Замена. Нет? Это было. Девчонки, спасибо. Удачи. Так. Идем дальше. Таак. 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 Водка была. Не знаю. Ага. 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 О, там восточные танцы. Больше шансов. Угу. 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 стадион и только прилагать что-то близко на не и не и не буква м матрас заобразили что показывает хорош дружище лучше матч мать это первое слово и это первое сейчас что выписал протокол пишет для водителя 4 а мать мать спасибо большое благодарю хорошего вам дня спасибо большое то что ты сказал штраф хорош ты лучше парни удачи респект респект а в сумме что да первое показываю смотрите в конце такой добавить можно окончание так и вот черлак есть вот это вот так и в конце тоже ой так в конце вот ой добавьте окончание так и вот смотрите смотрите вот здесь вот вот это вот на что это похоже вот и в конце такой вот почти поле ой а если вот вы красиво сказать шестой так и добавьте вот ой в конец так и вот вот смотрите вот травушка муравушка я вот бегаю вот в этом месте могу бегать вот еще есть такая песня русская хоккей хоккей вот это вот но и вместе 6 мужчина борода бородатый идет я думаю у него можно 100 процентов а почему бы никто не запрещал кстати куча обращаться здравствуйте меня зовут алина мы сейчас играем хоккейного крокодила можно к вам обратиться конечно вы смотрите вообще хоккей так и вот два слова давайте вот прям вот вдвоем все отлично спасибо вы молодец два слова я забыл а я знаю так смотрите да смотри вот да как мадри вы строк да 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 вот что ты сказал я говорю ухожу отсюда да ухожу да 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 процесс процесс ухода так вот еще посмотри вот близко близко можно а можно использовать реквизит посмотреть я устал я ухожу куда дальше идем еще чуть так теперь еще все не может уже устал в 2000 году один президент ты знаешь ты знаешь моя хорошая скажешь выручайся начинается показываем почти даже первые 2 буквы в этом слове одинаковые да ты буквы даже плохо показывает серий хорошо знают русский дальше дальше другую сторону а за давай еще раз посмотрите кого он показывает не ну это тоже участник процесс не вот на ты начинается теперь смотри это было 2 до 1 со 1 это значит он ушел куда мне кажется сейчас хотела правильность на она он начинаете это снова отпускного еще варианты на а куда можно выйти только с концами мне нравится давай когда человек пристает тебе ты говоришь от по похоже даже пять букв первых уже правильные да теперь ксюша ты лучше я просто спасибо огромное я думаю можно спасибо ребят вы классный зовут ну а нет кого показывает показывает сергей азведин кого показывает виктория на ваш да вот он парень да вот он так управляющий как там его комментатор нет 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 даже нет ты нет 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 оно которое да 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 и второе это сейчас она образного показываться потому что ну что проще объяснить из другой сферы большие и теперь их нужно совместить да вот это вот запрос чей спасибо ребят спасибо такая тумбочка он на них стоит вот у вас скамейка и он сзади стоит и такой и второе слово второе слово хоккей получается ситуации возникают спорные на площадке вот что происходит тогда на что делает вот вот в эту степь варфутболе вот 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 в эту степь вы правильно пошли да а инициировано это кем вот вот инициировано что и кем кем уже выяснили 3 так то есть это тренерский прошу прощения а второе слово запросы да да и теперь первое слово и второе спасибо запрос запрос это чей да вот все спасибо давай это второе слово вот который вы развали но второе ну так парни 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 братское сердце братскому сердцу как некое действие что можно сделать как почти почти спасибо спасибо мужики из хоккея это второе слово действие я это даже и а теперь в единственной форме это не много не нет ни действия что именно существительное вот это глагольное есть еще нефтяной газовый в атмосферу выбор да и в итоге склеиваем два слова и второе 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 первое который мы угадывали вот и теперь вместе это второе слово да не слышали и вместе 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 выброс шайбы спасибо спасибо корон это вот было второе слово сейчас первое что происходит просто просто брошай бы вопрос нужно поверить приставочку слове пробро бро шайм вот блин еще 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 переброс а ты прохс места менее я вам мы выбросили выброс шайбы да спасибо спасибо парни вот видите как не зря мы к вам подошли к классного вам дня болейте за авангард смотрите по проекту у вас арены в четверг вот шайба шайба ну вот рядом очень-очень так вот 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 это вот продолжительность какая-то конец слова вы сейчас говорили она длинная выкрасывать нужно после остановиться в этом слове просто бросок бросить 6 пуп кух шайбу вот скажите это слово до этого длинная вот выброс шайбы спасибо 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 мои золотые а вам за моральную поддержку хорошего дня ослепительное лето смотрите нас в четверг на двенадцатом канале шайба шайба дужка нет это процесс что делать обратите внимание он берет ее и что делать почти выброс шайбу ура спасибо спасибо вот такие классные вы такие красота пробеж Я пока даже не думаю вступать в подсказку, слишком быстро отгадали первое слово. Так, так, так. А петь нельзя, да? Да! Шоу мазгоу он! Переведите эту фразу. Ну ладно, я боюсь, запутать. Папапапапам. Удлинение? Увеличение? Да, 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 вот процесс этот вот. Так, а он что делает? Продолжает. Отлично! Овертайм. Овертайм. Продолжение. Овертайм. 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 направление а людей то здесь нет людей нет но есть за домом и ягод ну теперь периоды в хоккее таймы футболе так ну видимо не смотрели так может быть тогда еще попробовать кому-нибудь ребят извините побежим дальше по олейке спасибо вам большое вы молодцы на испытание было жарким во всех смыслах не все конечно поступили бы в театральное впрочем и голосом арены станет только один имя следующего полуфиналиста вы узнаете ровно через неделю вы посмотрите что голос арены делает вот этим мальчишкой утомился петр андреевич разморила на это говорил шорт надевай петр андреевич а вот ты сегодня участникам помогал отгадывать а хочешь отгадать сам что я загадаю тебе легко давай смотреть это целое предложение целое сочинение я бы сказал эссе так тебя это проект утомил да не федор греков персонально нет просто карточка его выпала рандом но у нас через неделю для того чтобы отдохнуть неделя на отдых будет в августе а пока пахать пахать и еще раз пахать